Добрый день суток, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Продолжаем наш путеводитель по всем альбомам сэра Пола Маккартни. Год 1980-й, Маккартни 2. Несмотря на то, что Маккартни получил еще один грэмми за композицию Rock'n'Craft Theme, это с альбома Instrumental, ну, по сути это инструментал, с альбома Back to the Egg, в записи которой приняли участие Пит Тауншин, Джон Боннам, Джоу Пон Джонс, Дэвид Гилмор, то есть такие прямо светилы британского рока. Альбом, в общем-то, все же был что критически, что коммерчески неуспешным. Маккартни решил немного отойти от дел группы и, как и в 70-м году, то есть 10 лет назад, уединился у себя на ферме и стал делать музыку в одиночку. Собственно, Маккартни 2. Это действительно продолжение Маккартни 1. Он записал все инструменты в одиночку, абсолютно. Линда только добавила бэк-вокала. То есть на альбоме больше нет никаких участников. И эта пластинка вышла, в общем-то, успешной. Первое место Британии, третье место Билборда. Везде альбом вышел золотым. Вообще, концепция альбома – это эксперименты с оборудованием. Маккартни закупил нового оборудования, новой музыкальной техники, в первую очередь синтезаторов. И стал экспериментировать. Таким образом записал аж 20 композиций. Так и хотел выпустить, ну, в очередной раз хотел двойник, как и повторяется история с Red Roll Speedway. Но студия убедила его, что хватит одного альбома. Конечно же, как двойник это потом вышло в качестве бутлега. Но альбом подсократили. Конечно, здесь был сингл, который не вошел в пластинку Wonderful Christmas Time. Ну, это рождественская композиция, шестое место в Британии. А первым синглом с альбома стала композиция Coming Up. И ее Маккартни исполнял еще в туре с группой Wings до того, как он приостановил работу с коллективом. Еще одной причиной приостановки работы с коллективом Wings, это стало повторное задержание Маккартни в Японии. У него опять нашли марихуану, такое уже было. Много лет он не мог въехать в Японию. Вот вновь поехал, они поехали в тур. И его опять задержали, опять нашли марихуану. Но так или иначе он заплатил 1,8 миллиона фунтов компенсации за несостоявшиеся концерты. Нужно было всем возвращать деньги и так далее, и так далее. Сингл Coming Up удачно принимали в турне, которое вот так вот закончилось неожиданно, скажем так, в Японии. Удачно принимали в турне. И сингл, в общем-то, сольный Маккартни вышел также удачно. Второе место Британии, второе место США. Ну и это, в общем-то, на данный момент единственная композиция с альбома, которую помнит. Пластинка вышла на парлофоне в Британии, Columbia Records в США. Вторым синглом стала вещь Waterfalls, это девятое место Британии. Ну, также, в общем-то, успех. Но в США она успеха не добилась. Альбом, в целом, нельзя сказать, что плохой. Он явно лучше, чем Маккартни первый, самый сольный, самый первый, самый сольный, где в основном это было такое акустическое домашнее звучание. Здесь звучание не домашнее, здесь звучание экспериментальное для начала 80-х. Это действительно местами даже интересные эксперименты с электроникой. Если брать вот чисто синтезаторный такой звук, я бы выделил композицию Temporary Secretary. Она также выходила синглом, не достигла никаких высот, но вот этот вот аппетчераторный риф мне действительно нравится в ней. Он забавный. Ну, правда, с другой стороны, нельзя сказать, что эту песню хочется слушать. Но звучит оригинально. И также я выделил, также тоже пропитанный синтезаторами, еще один блюз от Маккартни On The Way. Все остальное более-менее ровно. И во многих случаях это не самые потрясающие композиции. И Маккартни больше уделяет внимание звуку, нежели материалу. Но Маккартни бы не был Маккартни, если бы на альбоме не было достойных вещей. Да и сама Камин Ап неплохо, Temporary Secretary On The Way. Три вещи вполне достойны. Моя оценка альбома 7 из 10. Я думаю, что на тот момент альбом звучал новаторски. Сейчас местами он звучит мультяшно, забавно. Но это альбом один из тех, который все же, ну кроме буквально пары песен, является пережитком своего времени. При этом, разумеется, после Back To The Egg работа на одном альбоме Wings также велась. Сессии были начаты. 1982 год, альбом Tag Of War. Но, однако, в итоге Tag Of War, пусть и при участии музыканта в Wings, потому что сессии начинались с ними и какие-то фрагменты были уже записаны, стал сольником Маккартни, записанным с Джорджем Мартином. Джордж Мартин выступил как продюсер и как звукорежиссер. Зависть Альбома началась еще в 80-м году, но 8 декабря 1980-го была прервана в связи с трагической новостью, безусловно, это было убийство Джона Леннона. И как бы не складывались отношения Леннона с Маккартни, Маккартни с Ленноном, разумеется, это было невероятное потрясение для Пола. На пару месяцев вся работа была приостановлена, Пол собирался с мыслями, однако в феврале 1981-го он уже даже написал песню в память, которая вошла в пластинку Here Today, и возобновил работу. И также он объявил об окончательном распуске группы Уинкс. То есть до этого было приостановлено турне, да, были какие-то незаконченные сессии, но здесь полностью он сообщил, что группы Уинкс больше не существует, и еще одна из дополнительных причин такого поступка была, что он стал получать угрозы. А после убийства Джона Леннона эти угрозы стали выглядеть вполне реальными. То есть о гастролях Маккартни уже точно не думал, ну и группа, поэтому ему, в общем-то, была и не нужна. Маккартни возобновил сессии с приглашенными музыкантами, и это прямо звездный альбом. Стиви Уандер, Карл Перкинс, Ринго Стар, ну пусть на одной песне Take It Away на барабанах, но все же. И вместо Дэнни Лэйна, Дэнни Лэйн здесь тоже звучит, потому что, как я говорил, какие-то сессии уже были записаны. Но основным, по сути, гитаристом стал Эрик Стюарт. Они вместе еще в каверны играли в начале 60-х, там, Битлз, начинающие. А ныне Эрик Стюарт являлся гитаристом такого коллектива, довольно коммерческого, 10CC. Карл Перкинс поучаствовал в композиции Get It, это дуэт с Перкинсом. Но основной, конечно, участник, кроме Стюарта, это, безусловно, Стиви Уандер. Потому что основной хит пластинки, Ebony and Ivory, первое место Британии, первое место США, вернул Маккартни после такого спорного Маккартни 2 и после, в общем-то, провала Back to the Egg, вернул его в абсолютный топ, Ebony and Ivory, супер хит. Я им не восторгаюсь, но я понимаю, эта песня обладает невероятным поп-потенциалом. Это песня, которая может угодить практически всем и вряд ли кого-то будет раздражать. Все композиции написал Пол сам, кроме вещи What's That They Doing, это еще один дуэт с Вандером. Ну, ничем не особо не примечательная композиция, вот она единственная написана в соавторстве, собственно, с Вандером. А вот второй сингл с альбома Take It Away, 15 место Британии, 10 место США, вот это топ. Вот это вот топ, и я считаю, что если брать 80-е, то это точно одна из лучших вещей Маккартни. Многогранная, причем каждый ее фрагмент идеален. Кроме этого, я выделил бы на пластинке, конечно, такие вещи, как заглавную Tag of War, многослойную. Проникновенную Somebody Who Cares. The Pound Is Sinking, которая тут уже в свою очередь напоминает You Never Give Me Your Money. И такая Dress Me Up As A Rubber. Просто отличная запоминающаяся поп-песня. Мне наиболее Tag of War напоминает пластинку London Town. Потому что ее нельзя, этот альбом нельзя назвать каким-то цельным. Это как London Town, просто набор весьма даже по-разному звучащих композиций. Ну, понятно, что Мартин постарался и свел их воедино, но они писались также в разное время, с разными музыкантами, в общем-то разным составом. И это просто набор самого удачного, что было на тот момент. А материал действительно был удачный. То есть Маккартни просто взял лучшие песни, которые не подходили ему для его эксперимента с синтезаторами. Которые в какой-то момент не были записаны с Wings на предыдущих там пластинках. Он собрал все лучшие идеи и просто реализовал их. Альбом занял первое место в Британии и первое место в США. Как и Ebony and Ivory стал первой ласточкой. И альбом вернул Маккартни в топ. Золото Британии, платье на США. Моя оценка альбома, как и London Town, 8 из 10. Но я считаю, что он даже чуть-чуть посильнее. Потому что Маккартни действительно накопил материала, который не нужно было вписывать ни в какие рамки. А нужно было просто полностью его доработать и выпустить как сборник отдельных синглов. Что он и сделал. Ну и плавно переходим к 83 году. Альбом Pipes of Peace. И предвестником этой пластинки, которая является прямым продолжением альбома Tag of War. Ну, Tag of War, Pipes of Peace. Здесь даже по названию понятно. Это как United Operated the Races of Queen. Я имею в виду не по значению, но хотя для Маккартни восьмидесятых и по значению тоже. И предвестником этого альбома стал сингл The Girl is Mine дуэт с Майклом Джексоном. Который вошел на пластинку Трилла, собственно, Майкла Джексона. Восьмое место Британии, второе место США. И, в общем-то, супер-хит. А почему предвестником? Потому что если на предыдущей пластинке Маккартни, ну как, с основным таким, основной два дуэта у него были со Стиви Вандером, то здесь на этой пластинке два дуэта с Майклом Джексоном. А третий дуэт с Майклом Джексоном вошел в пластинку Майкла. Причем я считаю, что худший из трех. У Дэ Маккартни удачно забрал себе лучшее. Возможно, он был основным автором, но обе композиции написаны в соавторстве. И если по хит-парадам Пайпс Упи стал не такой успешный, четвертое место Британии и 15 США, то по продажам даже превзошел Таг оф Во, он везде стал платиновым. Моя оценка, кстати, ему точно такая же, как Таг оф Во. Восемь из десяти. И, в принципе, я их... Они для меня близки, но все же нет, я их разделяю. Здесь до сих пор осталось немного материала еще с Лейном. И здесь все еще Лейн числится участником. Все еще было взято вот с тех вот сессий, которые используются в Таг оф Во. Здесь также продюсер Джордж Мартин. Здесь снова участвует Эрик Стюарт. И здесь также есть Ринго Стар. Вообще, в принципе, вот, да, использовали записи 81-82 годов. Но также здесь есть и совершенно новые композиции. Первым синглом с альбома стал, разумеется, дуэт с Майклом Джексоном. Say Say Say, известный, в общем-то, всем супер-хит. Второе место Британии, первое место Билборда. Ну, это топовая композиция 80-х. Это поп-хит, которым слышно и руку Маккартни, и руку Майкла Джексона. Идеальное сочетание двух талантов. Вторым синглом вышел Pipes of Peace, который в США синглом не выходил, но в Британии достиг первого места, а Pipes of Peace это открывашка, собственно, альбома. Ну, а это уже чисто такой Маккартнивский хит, чисто из 80-х. И чем этот альбом отличается от Tag of War? Он тоже, по сути, он похож на London Town и похож на Tag of War. Но Tag of War это просто набор, в принципе, Маккартнивских песен. То все-таки Pipes of Peace звучит, как настоящий альбом 80-х. Он стилистический, Маккартнивлился в 80-е. Это даже уже особо роком-то не назовешь. Это настоящая поп-музыка 80-х годов, начала 80-х. Такая музыка в то время была в топах. Кроме этих композиций, отмечу, разумеется, второй дуэт с Джексоном, на мой взгляд, не сильно уступающий Say Say Say, это The Man. И композиция The Man, она также сочетает мастерство двух талантов. Здесь слышно авторство и Джексона, и авторство Маккартни. Ну, а из чисто Маккартнивских песен, это Keep On The Cover. У меня, когда я был молод, у меня был диск, там было два альбома Маккартни. Не помню, какой был первый, но один диск запихали и Pipes of Peace, и какой-то еще один альбом. И вот Pipes of Peace был подрезан, оттуда убрали Keep On The Cover. Возможно, поэтому я ее не переслушал в детстве. И сейчас она мне наиболее нравится, кроме Say Say Say, The Man и Pipes of Peace. Забавно, что когда Маккартни общался с Джексоном, то он ему посоветовал, что если есть деньги, надо купить права на какие-нибудь песни. Но Джексон такой отшутился, а я твои куплю. Ну, Маккартни думал, шутка, а нет. Джексон взял и купил все права на все песни Beatles or Northern Songs. Хотя незадолго до этого это мог сделать сам Пол, но там вот денег подзажал. Вряд ли не было, но подзажал. Потом, да, с годами там Маккартни уже выкупил у Джексона, но их общение дружеское это сильно подорвало. Маккартни как-то подобиделся, но как бы он ему совет дал. Не означало, что надо было его песни покупать. После успеха двух альбомов 82-83 года Маккартни был на таком подъеме и решил снимать. Ну, он режиссером не был, он был продюсером и автором сценария. Фильм Give My Regards to Broad Street. И, разумеется, к нему сам сделал саундтрек, сам сыграл главную роль. Это, в общем-то, фильм а-ля фильмы, которые Beatles снимали. Это фильм просто про жизнь его, его, Пола Маккартни, про жизнь Линды, там Шеринго Стар участвует. Про жизнь музыкантов. Такой полудокументальный, полухудожественный фильм. Фильм, на самом деле, сразу сбегая вперед, скажу, что провалился. А вот саундтрек Give My Regards to Broad Street, 84-й год, это, в общем-то, новый альбом Маккартни. Первое место в Британии, 21-е место билборда. Платина в Британии и золото в США. Снова продюсером и звукорежиссером выступил Джордж Мартин. Ринго Стар, что забавно, в фильме играл, а на записи не участвовал. На записи Стюарт Эллиот участвовал. На самом деле, здесь всего три новые композиции. Это No More Lonely Nights, это сингл, который там даже завоевал какие-то призы в Америке, как самая эротируемая композиция на радио. Второе место в Британии, шестое место билборда. Кстати, в ней было соло Дэвида Гилмора, то есть, как бы, друг Маккартни из Пинк Флойда, Дэвид Гилмор, собственно, снова, собственно, поучаствовал в записи. No More Lonely Nights, вот этот супер-хит, очередной маккартнивский, это чисто маккартнивская вещь, вот из-за разряда, вот, тех, там, We'll be Little Luck и тому подобных, сели Love Songs, это маккартнивский такой выверенный хит. На альбоме звучит аж три раза. Ну, разумеется, наиболее интересная, просто обычная, самая основная версия, которая звучит на альбоме первой. И новая еще композиция Not Such a Bad Boy, неплохой рок-н-ролл, и No Values, не представляющая никакого, в общем-то, особого интереса. Все остальные вещи на альбоме, и, соответственно, саундтрек, это переработанные композиции Beatles, авторства Маккартни. И Маккартни настолько было важно отметить, что это его авторство, что впервые эти вещи писались не как Леннон Маккартни, а как Маккартни Леннон. Но ничего интересного в этих аранжировках нет. Я писал, что они плохие, но они ничем не примечательные, и они не лучше. Ну, хотя вот Long and Winding Road ему очень не нравилась в варианте Филоспектра на Let it be. Это версия та, как слышал Маккартни эту песню изначально. Наверное, вот ее и стоит отметить, единственную из переработок Beatles. Моя оценка пластинки как бы 6 из 10. Все-таки здесь все написано заново, и это полноценный альбом. Но две новые достойные песни, одна проходная и такие средненькие переработки его старых хитов. 6 из 10 не более. На пути к следующему альбому вышел очередной сингл, не вошедший в альбом We All Stand Together. Третье место в Британии к супер популярному мультфильму, которым Маккартни озвучил главного персонажа и написал сценарий. Вот мультфильм не провалился. Мультфильм получил разнообразные награды, был очень популярен. Там самый популярный мультфильм в Британии был. И композиция была также популярна. Она потом вошла в The Best. All The Best в 87-м году. Но после провала фильма Маккартни решил, что ему нужно осовремениться. Хотя, на мой взгляд, он звучал на альбоме Pipes of Peace максимально современно в тот момент. Но он решил, что ему нужно звучать по-другому, совсем по-другому. Пластинка Press to Play, 1986 год. Первым синглом к альбому была песня Spice Like Us. Это саундтрек к одноименному фильму. Но, как любил делать Маккартни, она на самом деле вроде как должна была войти в альбом. И она входит на более поздних изданиях. Но в оригинальную пластинку она не вошла. А это хит. 13 место Британии, 7 место Билборда. И она, это единственное, что вообще есть интересного на пластинке Press to Play. Синглы Press, 25 место Британии, 21 место Билборда. Only Love Remains, которая вообще в билборде затерялась. Их, когда слушаешь, их даже не запомнить. Это уникальный альбом Маккартни. Сразу скажу, это наименее успешный вообще альбом по продажам Маккартни за всю жизнь. И это вполне понятно почему. Потому что это единственный альбом, на котором песни Маккартни не запоминаются. Ладно, он позвал Хью Петхама со продюсером, чтобы он ему поставил звук, который ему казался модным. Это продюсер Дженнис, Фил Коллинза и Питера Гэбриэла. Ему хотелось такой звук. Хорошо, он ему звук-то поставил, но Маккартни почему-то не сочинил песен. Видимо, надо было подойти с другой стороны. Надо было посочинить песни и сделать их в таком звуке. А он решил под этот звук написать композицию и у него не получилось. Совершенно не получилось. Это, возможно, это худший альбом Маккартнина. Наверное, да. Моя оценка ему 5 из 10. Он действительно плох. Тут нечего слушать. И плюс еще со автором он привлек Эрика Стюарт. Эрик Стюарт как гитарист был там у него неплох. Ну, как автор. Ну, например, я не считаю ТНСС реально выдающейся группой. Я не помню ни одной песни. И то же самое с Press to Play. На альбоме также поучаствовали Тауншент. Тот самый из-за ху. Сам Фил Коллинз. Ну, под его же звук загонялись. Рэй Купер. Но этот альбом не спасло. Звучит блекло, звучит невыразительно. Ни одна песня не запоминается. Абсолютный проходняк. То есть Маккартни переусердствовал в обновлении своего звука. Слишком обновился. Достаточно было того, что он получил на Pipes of Peace. Это перебор. Это не Маккартни. Звучит как не Маккартни. И песня не Маккартни. Несмотря на... Ну, на самом деле на провал Press to Play. Но критики встретили благожелательно. На первый момент. Потом передумали. Маккартни решил что-то поэкспериментировать. То есть, я бы сказал, здесь он уже решил развлечься. И он записывает пластинку с нового СССР. 1987 год. Так, по-русски называется. С нового СССР. Там еще на пластинке, на оригинальном издании была ошибка. Снова Б СССР было написано. Б по-русски. Но перед этим он выпускает альбом, сборник, официальный сборник All the Best. Двойник. В который, кроме его хитов основных, вошли многочисленные синглы, которых многие уже забыли. И также туда вошел сингл Once Upon a Long Time, 10 место Британии. То есть, сингл опять был успешен. Но, разумеется, в альбом снова СССР он не вошел, потому что снова СССР это альбом каверов на любимые рок-н-роллы, немного блюзов из молодости Маккартни. Он был записан в студии за два дня с эссионными музыкантами и в 88-м году был выпущен исключительно в СССР. Сам Маккартни это объяснил тем, что советские его почитатели получали материал какими-то странными путями и потом переписывали его подпольные и тому подобное. И он решил записать специальный альбом для советских почитателей. Но поскольку все-таки уже был 87-й год, это уже можно было сделать вполне легально, то есть абсолютно легально выпустить на мелодии. И альбом не выпускать во всем мире, чтобы остальной мир подпольно получал и переписывал. Но идея забавная, окей. Но в 91-м году, конечно же, альбом уже вышел вообще по всему миру так же официально. Вообще был подписан контракт, было все серьезно, это не что-то там. Был подписан контракт. По контракту Пол хотел 13 песен получить. А мелодия выпустила по советскому ГОСТу по длине, ГОСТ был по длине, Советский Союз же, и выпустил только 11 песен. Так что сейчас для конекционеров существует под одним и тем же каталожным номером мелодии две версии. С 11 песней 13 песенная, потому что Маккартни об этом узнал. Он сказал, что перевыпускайте, я хочу 13. Вот так вот. А так это что? Это просто такой вот, типа, балаганщик. Маккартни оторвался, поиграл в рок-н-ролльчике, никаких интересных аранжировок не придумал. Это его любимая песня. Он просто их поиграл с какими-то просто музыкантами. То есть, никакого выдающегося инструментального исполнения там тоже нет. Моя оценка, опять же, 5, ну 5,5 из 10. Просто абсолютно непримечательный альбом каверов на стандарты. Очень скучно слушать. Но, наверное, в Советском Союзе это поразило, как минимум, подходом и отношениям. И это, в общем-то, правильно. Вот такой альбом-шутка. Ну, в общем-то, хит-парада можно здесь как бы не сообщать. Это 63-е место Британии, 109-е билборда, потому что его, по сути, и не выпустили тогда. 89-й год, Flowers in the Dirt. Маккартни завязывает с шутками. Все серьезно. Маккартни решает опять, что нужно вернуться в топ. Между тем, он поучаствовал в записи разных благотворительных, там, рождественских синглов. Но об этом мы не будем. Это все-таки не его синглы. А вот Flowers in the Dirt это абсолютно маккартнивский альбом. Он решил, что в этот раз он будет исполнять песни в стиле самого себя, в стиле Битлз. Не будет отклоняться ни в какие эксперименты, не будет обновлять звук. И поработает очень кропотливо в студии. Для чего продюсерами были призваны такие люди, как Элвис Костелло и Тревор Хорн. Костелло, мало того, выступил с автором четырех песен. И в одной из них он даже спел дуэтом с Маккартни. Это вещь You Want Her Too. Снова Гилмор поучаствовал в гостевое участие свое. То есть отставил в композиции We Got Married сыграл соло. Но, честно говоря, не какое-то оно, нельзя его назвать потрясающим. Но, в принципе, гостевое участие Гилмора это всегда приятно. Первым синглом с альбома стала композиция My Brave Face, которая порадовала критиков, порадовала публику, потому что мелодически очень была похожа на песню Маккартни в Битлзе. Да, My Brave Face, 18 место Британии, 25 США. Вроде как не супер успех, но сама пластинка, благодаря этому синглу, также достигла первого места Британии, 21 место Билборды. Платина Британии, золото США. То есть Маккартни опять вернулся. Ну, на самом деле, его вот эти редкие провалы, они на него не сильно влияли. Он всегда знал, как вернуться и делал это довольно быстро. Все-таки, если Маккартни сосредотачивался в первую очередь на композиторстве, на сочинении песен, то он великий автор, великий мелодист. Если он обходился без всяких экспериментов, а в первую очередь именно выступал как автор, то все снова получалось. И получается до сих пор. Также в Британии вполне была популярна вещь, в Буис Уанн, 18 место также. Но я бы отметил совсем другие вещи на альбоме. Это еще один блюз по-маккартнивски, Роу Райт. И ту самую «You want her to» в дуэте с Костелло. В принципе, Костелло ничего такого потрясающего альбому не дал, кроме вот этого дуэта. Это еще один успешный дуэт Маккартни, как со Стиви Вандером, был так, с Джексоном. И с Костелло синглом, однако, ее почему-то не выпустили. Но я считаю, что это одна из самых удачных, одна из трех самых удачных вещей на альбоме. Сам альбом, это Маккартни, да. И слышно, насколько он серьезно подошел к работе в студии. Беда, безусловно. Это все было. И альбом качественный. Но все-таки материал здесь, ну, наверное, не самый сильный. Однако после там «Press to play» или там «Give my gas to Broad Street», да, он кажется действительно хорошим. Это крепкий альбом Маккартни. Он не потрясающий. Это крепкий альбом Маккартни, который возвращает свою мелодику, вот там «Wings», ну вот «Road Ride», это чисто там вот мелодика а-ля «Wild Life». Возвращает мелодику «Beatles». Но все же по-новому подходит к записи этого. И по-новому подходит к аранжировкам. В чем ему, разумеется, помог Костелло. Этот альбом в первую очередь характеризует уход из 80-х. Это все еще 80-е, да. Но это уже новый звук. Это в 89-м, это современный звук для 89-го. Но с учетом всех маккартнивских былых заслуг. Моя оценка альбома 7,5-10. Как и следующему, «Off the Ground», 1993 год. В «Off the Ground» также есть пара вещей, написанных с Костелло. Но, однако, в запись альбома он уже не участвовал. Вещи были записаны до этого. Но, потому что Маккартни на волне успеха «Flaws and the Dirt», как бы на волне возвращения к своим основным стилям и всяких экспериментов, он прямо состав тот, который записывал альбом, взял в турне. Было, наконец, первое масштабное турне 1976 года. Мировое. И следующий альбом вышел только через 4 года. Поэтому Костелло уже отвалился, но вещи какие-то были написаны. И после вот этого турне, ему так понравилось работать с этим составом, что он решил сделать «Life in Studio». То есть «Off the Ground» — это «Life in Studio». В остальном, в общем-то, подход полностью такой же, как на «Flaws and the Dirt». Стиль похож. Да он такой же. Материал. Есть реально крутые композиции, как там «Off the Ground» одноименная заглавная, «Looking for changes», «Bike like an icon», «Rock and Roll Get Out of My Way». Отличные вещи. Основной сингл «Hop of Deliverance» в 18-место Британии в США как-то не зашел. Но есть и такие довольно проходные, но неплохие. То есть это опять крепкий альбом. По мне, кроме как, что он звучит более живо, но хотя все равно потом с помощью сопродюсера Джулиана Мендельсона он был хорошенько доработан. Он звучит более живенько, потому что все-таки такая кропотливая работа в студии не велась. Много репетиций, а потом запись одного дубля. Но в остальном он мало чем отличается от «Flaus and the Dirt». Кстати, Джордж Маршин здесь был привлечен для работы над композицией «Come on People», который также выходил сингл, но особого успеха не добился. Альбом достиг 5-го места Британии, 17-го в билборде «Серебро Британии» и «Золото США». Ну как-то, знаете, я так понимаю, он потом выстоялся. То есть этот альбом пользуется популярностью до сих пор. Вот «Flaus and the Dirt» подзабыли, а вот «Off the Ground» пользуется популярностью до сих пор. Все-таки, действительно, вот эта живость и материал, все-таки более сильный в целом, сыграли свою роль уже с годами. На тот момент Маккарт не сделал то, что ему нравится, не отступил от своих стилей и, в общем-то, не провалился и ничего не потерял. Очень достойное продолжение его возвращения. И вот на этом начинается новая эра с альбомом «Flammin' Pie». О чем мы продолжим в третьей части «Путеводителя». С вами был Rock'n'Craft. Оставайтесь на канале. Будет, разумеется, третья часть «Путеводителя». Спасибо за просмотр.